Всем привет, в этом видео я расскажу как с помощью программы RecOrganizer ускорить работу компьютера или ноутбука с операционной системой Windows. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Данная программа обладает хорошим функционалом, который включает в себя очистку системы от ненужных файлов и всякого мусора, оптимизацию реестра, проверку его на ошибки, а также их исправление, дефрагментацию реестра, управление программами из автозагрузки, что позволяет контролировать приложения, которые запускаются вместе с системой и другими полезными функциями. Воспользовавшись данной утилитой, вы сможете оптимизировать и ускорить работу вашей операционной системы и освободить дополнительные ресурсы для ускорения работы ПК. А сейчас рассмотрим более детально те функции программы, которые помогут ускорить работу вашего компьютера или ноутбука. Первой в списке вы увидите функции быстрой проверки состояния системы, нажав на которую программа быстро проверит систему и выведет на экран краткую информацию по ее состоянию, а именно сколько ресурсов можно освободить и сколько программ из автозапуска можно оптимизировать, а еще сколько и какие элементы приватных данных можно очистить и отобразит, сколько удаленных программ оставили свои следы после удаления. Здесь же можно выбрать интересующий пункт или перейти в следующий раздел меню слева. В разделе освобождения места и исправления проблем вы сможете просканировать систему для получения более детальной информации, сколько места можно освободить от ненужных файлов с разбивкой по разделах в каком месте они находятся. После нажатия очистить начнется процесс очистки, который займет некоторое время. В зависимости от захламленности вашей системы. По завершению вы увидите сообщение, что все готово и сколько места удалось освободить. Нажав ОК откроется главный экран программы, где вы увидите, что чистка системы больше не нужна. Это был первый из пунктов по ускорению работы компьютера. Система очищена от ненужных файлов и размер свободного пространства вашего системного диска увеличился, что в свою очередь может повлиять на скорость его работы в лучшую сторону, особенно если вы давно не чистили систему от таких файлов. С помощью следующей функции, история браузера, кэша программ и другое, вы сможете очистить всю историю браузера. Кэш различных программ, список недавно открытых и использовавшихся приложений, устаревшие загрузки и другое. А если отметите еще куки и данные сайтов конкретного браузера, то будут удалены все пароли и данные автозаполнения, которые запомнил этот браузер. А нажал чистить, начнется процесс очистки, после чего еще один из пунктов оптимизации системы будет выполнен. Следующая функция – оптимизация реестра, которая позволяет повысить производительность системы. В процессе ее работы файлы реестра будут сжаты и при необходимости дефрагментированы. Жмем «Выполнить оптимизацию реестра», после чего сразу начнется его оптимизация. И по завершению вы видите, насколько уменьшился размер самого реестра и какой он имел вид до и после оптимизации. А также появится уведомление с предупреждением о том, что для завершения процесса нужно перезагрузить систему. И что система будет автоматически перезагружена после закрытия этого окна. Закрываем окно, после чего система сразу же перезагрузится автоматически. Следующий набор функций предназначен для опытных пользователей. Поэтому, если вы не уверены в своих действиях, оставьте эти пункты без изменений. Автозапуск программ. Здесь вы увидите список всех программ, которые автоматически запускаются при запуске системы или при входе пользователя. Название программы, комментарии к ней. И в последней колонке показывается, сколько пользователей отключили программу. Левая полоска. И сколько отложили ее. Правая. Нажав на одну из программ, можно отложить ее загрузку на определенное время. Временно отключить, а также удалить из автозагрузки, если вы ее не используете. Или используете в редких случаях. В самом низу вы увидите, что загрузку системы можно оптимизировать. Отложив запуск некоторых из представленных программ. Нажав подробности, откроется окно со списком тех программ, загрузку которых можно отложить. И на какое время. Для подтверждения нажмите «Провести оптимизацию», после чего, начиная со следующей загрузки системы, указанные программы будут запускаться с задержкой или же отменой, если вы с этим не согласны. С помощью следующей функции «Установки и удаление программ» вы сможете не только удалить программу, не оставив после этого никаких следов ее пребывания. А еще и найдете следы уже удаленных приложений и сможете их очистить. После нажатия начнется поиск, а по завершению вы увидите список ранее удаленных программ, которые оставили после себя следы в виде ненужных файлов или записей реестра. Здесь вы сможете детальнее посмотреть, какие следы они оставили после себя. И далее, если они вам не нужны, просто нажать «Удалить следы». Еще очень удобно то, что с ее помощью можно удалить сразу несколько программ, отметив их и нажав «Удалить». А функция «Установить программу» позволит следить за всеми изменениями, происходящими в системе во время установки нового приложения. А в дальнейшем, используя полученные данные, программу можно будет полностью и корректно удалить из системы, отменив все внесенные ею изменения в систему. Следующая функция – «Редактор реестра». Это тот же редактор, что встроен в систему, поэтому детально на этой функции останавливаться я не буду. У нас на канале есть несколько видео по работе с реестром. Если вам это интересно, вы можете их посмотреть. Ссылки, как всегда, будут в описании. В следующей функции «Показ важных разделов реестра» вы увидите различные разделы реестра. И в правой части все найденные ошибки. А внизу будет указано точное количество ошибочных записей и возможность их удалить. Нажав на клавишу «Удалить». Специальные настройки системы. Здесь вы сможете настроить параметры системы в один клик, которые могут быть скрыты или труднодоступны в стандартном интерфейсе системы. А здесь нужно будет их только включить в один клик. Эти настройки не будут особо заметны для производительных компьютеров. А вот для более слабых, значительно смогут ускорить их работу. В группе «Быстрые настройки» вы сможете в один клик применить оптимальные параметры системы, что поможет ускорить ее работу. В пункте «Вручную менять различные тонкие настройки» вы сможете включить или отключить все имеющиеся в этом списке. Просто кликнув по нужной и выбрав соответствующее состояние. И в третьем пункте вы сможете создать свою настройку и когда будет нужно, просто включить ее или отключить. Этот раздел при правильной настройке позволит ускорить загрузку и выгрузку системы, а также ускорить ее за счет оптимизации и отключения лишних функций. Нажав нужный пункт и выбрав «Включить», вы увидите предупреждение, что группа включена и что для того, чтобы изменения вступили в силу, нужно перезагрузить компьютер. В разделе «Сравнение двух состояний реестра» вы сможете сделать снимок реестра и в дальнейшем сможете сравнить список реестра, сделанный ранее и с текущим, для получения информации о всех его изменениях. Это очень полезная функция, которая поможет отследить изменения, к примеру, при поиске вирусов, засевших в реестре и дальнейшего их удаления. Как бороться с вирусами? На нашем канале есть много полезных видео, ссылки будут в описании. Конечно же, все это можно сделать и без помощи данной программы, но для этого нужны хорошие знания ПК, а в этой утилите все эти функции собраны вместе, и вам не нужно искать их по отдельности, а просто запустив программу, вы сможете посмотреть состояние системы, и если нужно, оптимизировать ее, что в свою очередь ускорит работу компьютера. А на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях, спасибо за просмотр, пока.